А теперь, друзья, я начал в моде, сейчас сейчас это следующая будет серия. И то я разделю по полу, и вот это будет следующая третья. Итак, моей истории, у меня их много. Я их все до сих пор не рассказал. Я говорю, что мне большой толстый аромат, но нарезка хватит. Как я спасал людей, как я спасал себя. Я бы лучше любознательно, а никто не может, а я смогу. Пусть морда у меня такая интересная, пусть толстый, пусть неуклюжий, но это неуклюжий тут. А тут для тебя он все какой уклюжий. И спать на снегу, и просит, просит. И вот получалось следующее. Значит, в моей жизни случай был один особый. Было два случая серительства чистого, стопроцентного, природного. Про первый я уже рассказал. Ну, если бы была женщина без ножа, вот, полный инвалид, врачи сами подсказали адрес старушки. Как ее называются? Серительницы. Я называю Серебница. А так как возить было легком, а у меня вдруг девятка новенькая появилась. Работа на сайте. Меня попросили, я возил все равно к ней на эту. Подробнее я расскажу. Она действительно подняла на ноги человека. И у нас всего просто 35 лет гривен. И она до сих пор ходит до своих ногах. А это считалось безнадежной. И вообще, правильно, и женщина, и старушка ее унесила. Ну, а тут цепляется другая. Все, кто несил, вот у нее, например, старушка унесла, и... Она-то знаменита. Есть ли прямая связь? Я не знаю. Но когда говорили, называли там уровень лонг, это помните, все были... Значит, у них у всех умирали жены от рака. Не у всех, это действительно буквально от трех тех, самых раскрученных. У них жены умирали от рака, а они не могли помочь женам, а спасали людей. И вроде бы спасали. И вот последний случай мой, он касается и именно рамок. Поэтому сейчас я вам расскажу еще. Проверяю эту запись. Идет. Нет, еще раз. Идет. Значит, случай особенный. Пригодится. Итак. Я в Сен-Аборске. Это было лет 22 лет назад. Вот. Ко мне приезжают в гости мой друг. Тот же аналитичанин. Тоже вышел на пенсию. Тоже на служебный металлург. Тоже полчаса земля в Шушинске. Вот. И вдруг он звонит, говорит. Константин, сейчас приеду к тебе. А то у меня с женой проблемы надо как-то отлить. Ты что слышал? Ну, а сын умер. А сын был наркоман. Мой, мой, твой. Вот. Ты наркоман. Вот. И они приехали. И мы сидим за столом. Вот. А я женат, что... Ну, там, третий брак. Я женат. Вот. Летом сидит с женатом. И здесь же находился мой приемный сын Славка. Ее родный сын мой прием. Вот. И за этим же столом сидели. Вот. Какой тут все-таки праздник гости приехали. Все обращено. Потому что на них лица нет. А она вообще сидит. Убитая горем женщина. Слушайте, что было дальше. Сидели. Вот. Старались этой темой не касаться. И где-то сели сейчас за столе. Она не выдержала. Люда и говорит. А поменем нашего сыночка. Вот мы помянули. Еще посидели. И они уехали. Что было потом? Славка не просто заболел. Слава. Вот тут сколько было? Лет 13-15. Он потерял полностью волю в жизни и всю энергию. Он лежал. Мы его отвезли в полицию. О, похоже, не в полицию. Он месяц лежал в полиции. Неподвижно практически. То есть он не мог ничего делать. Он не мог учиться. Он не мог работать. Он ничего не мог. Он просто лежал. Через месяц врачи его выписали и сказали. Мы ничего не можем сделать. Представляете, как ты такая картина. Я продолжал работать в сельскохозяйственном заводе. На меня было страшно смотреть. У меня большое герополе. Видимо, а он все-таки не как у ребенка. Но каким-то образом меня это тоже достало. Мне было тяжело. Я не мог водить машину. Чувствуете? Ноги с саварями. Я не мог водить машину. Я с трудом это. Я не мог работать в деревне на этом саду. Вот в этом саду, который был за моими плечами. Вот такое было. Я потом останавливался несколько месяцев. Ну, у меня была методика. Она сняла потом. Берем больше кидай дальше. Вот это моя методика. С ребенком что было делать? На заводе. Сейчас я не вижу, как 10-20 лет. Работала в корнющи. Меня это самое. Работала в корнющи. Не вынесила меня, но в моем сете. Просто женщина-кранущица. Среди греха. Вот. Каким-то образом прознала и предложила свою помощь. А мне овощи никуда не вошли. Славка уже дома лежит, но он лежит. Это же страшно. Ребенок здоровый. Ребенок, конечно, у него никаких травм. Он лежит. Я знаю все это последствия того, по опоминанию. Мертвого ребенка. А что делать? У меня же любопытство все равно это преследует. Приходят, значит, это дамы. Ой, я уже их забыл. Как звать, уже забыл. Вот. Они лет 40. Она так же говорит, как они. А потом всегда это. Видимо, не видно. Но оно их соседство. Она достает рамки. Она его померила. Понятно, неопредо будет. Потом взяла маятник. Потом маяточком проработала. Потом она начала, как это, корпус. Говорит, колдовать. Вот такой вот. Но тут она уже не давала, что мы уходим. Она начинает что-то делать. Через несколько дней абсолютно здоровый и несмортовый парень. Закончил школу и в интузиции пошел. Это чудо было на моих глазах. Но начиналось все с этих рамок. Она померила у них диапазона. Его кто-то стер. Его кто-то высосал всю энергию. Может быть, тот парень, который на небе. Может быть, женщина убитая в море, потому что у нее энергия запущилась. И эта энергия перекачалась к ней. Но это было. То есть, к этому надо серьезно отлично. Почти выигрывался. Почти выигрывался. Итак. Вот эти знаки. Подвожу итог. Но это надо все два-три фирма. Посмотрите, чтобы понять, о чем я сидел. Пойдя смотреть. Длинные я боюсь. Устают люди, потом самые важные будут прослушать. Абсолютно ровная дорога. Машины бьются. И вот, пожалуйста, последнее время уже как бы я злазил, что ли. И вот это все надо знать. Кровати, кровати, кровати. Украсть чертовая мать. Я сейчас считаю, что когда говорят, что ребенок ракует заболевание. Может, у мамы беременность спала в этом детоке, подкрызываю. Может быть, знаете, я иногда привожу пример. Я ее сам придумал. Есть понятие черная вдова. Два варианта, думаю я. Значит, возможно. А она тот самый. Не донора, который наоборот. Чтоб она вышла за муж. За несколько лет съела всю энергию мужа. Разве у меня такая особенность, да? Муж у нее умер. Она выходит за муж. Второй умер. И после третьего случая. Откуда взялась понятие черная вдова. Мужики умирают, а жизнь созвала. Вот этот. Или этот вариант. Что действительно обрисовывается вся энергия. Обрисовывается. Вот. Не делайте вот так уж. Прошу вас. Вот. Иначе у нас никогда не будет на них знаков. Вот. Вот. Или вот. Если вот так вот делать. Вот. Вот этих знаков никогда не будет. И второй момент. Вот тоже очень интересно. Представляю себе, что кровать стоит в гнепатогенной зоне. Обычно так. Я один раз говорю, мне надо брать, работать в кровати. Зачем, почему? Вот я умею мерить людей. Я знаю, что в большой геополе. В одних, в среднем, в другие. По сути, на поле у третьих. Вот я тогда выграю в порядке. Представляю себе, что... А вот зайдите в ту комнату. Там некие железы. Некие железы. Некие железы. Предсказывают ваше будущее. Может, вы раздумите жизнь. Вот. Представляю себе, что они заходят. Я говорю, от одного к второму. Я вижу мужчины. Очень сильные геополи. Мужчины, как часто бывает, часто. Практически его нет. Я говорю, уважаемые дамы, вам принесли все вместе с тем, что мужа, у него энергии много. Вот. Значит, он его передает. И вот, получается, крепкая, очень крепкая семья. Если вы так придержите всю жизнь, может, обойдется без измен, значит, без развода. Это я говорю, как это назвать? Это я говорю, жир на работе завтра. На полсавта. Второй вариант. Мужчина сильная геополи, женщина сильная. Нет, давай наоборот. Мужчины слабые геополи, у женщины слабые геополи. Ну, значит, отношения половые слабые. Значит, это все. Но, каждому нужен сильный партнер. Пройдет время, и у ЖКК будет любовница, и не одна. И у женщины будет любовник, или будет быть не один. Готовы вы к будущему семейного развода? Или он сразу поменяет партнеров, чтобы они были сильные, значит, накачивая вас энергией и пола на того, чтобы его. И самое, когда мужчина сильная энергетика, и у женщины. Извините меня за откровение на себя, проверял это на их соседствах, на сильных дамах. Вот действительно, сильное усилие, сильное даме, довольно-таки комфортно при определенных отношениях. И когда это случается, вот эти чисто внешние признаки. То есть, каждый видит, что я противника хорошего, продолжательного рода. Почему? Потому что есть признаки чисто внешние, и многие покупают, говорят, вот он совец, вот он прекрасно выглядит. Разгары накачены. Потом это, окажется, не все так, и все не так. Но это потом. Внешние признаки, они в большой роли играют. Играют в большой роли. Пункты, говорят, нормальные, пункты. Давайте по-русски, говорит, это самое. Из хорошей семьи, вот, обеспеченные. А особое привозится. И половое отношение привозится, а значит здоровье. Половое отношение – это здоровье. И все хорошее отношение. Это, когда-то в шестерезе Гаврина, первое появились публикации, газеты, литература, сериалые газеты. И многое прощали. Вот. Значит, если нет партнеров, значит, между болезнью, кто это раком. И половое потребление. И призывали, значит. И корите их, и называйте их там, блядями и прочее. Им надо здоровье сохранить. Кроме мужиков не надо прощать. Было, было. И люди, представь себе, я так, как раз, как раз. Представь себе, допустим, кто за завтра, если вы, и тот, ты сильный, ты сильный. Куда аллергию вызывает, пожалуйста. Не нужна партнера вашей энергии. И все, иди в адресу. Беру крайний случай. Откуда берутся экстрасенсы? Я все угодно. Откуда берутся экстрасенсы? Экстрасенсы берутся от того, что им некуда дневать энергию. Человек, которому некуда дневать энергию. Я знал такую женщину, как раз, ну, круто. Константинович, давай по-ничего. К моей этой жене. Давай по-ничего. Она неважная, что будет мне в мозгах ручиться. Вот ее ответ, да. Причем, если это не плохо, она у нее еще в мозгах ручается. Мы отказываемся, она обижается. Она говорит, да, блин, мне некуда ненавидима. Так и говорит. Вот. Вот это как раз, ну, у них есть другое. Нарвешься ты экстрасенсы и ведешься дневную энергию. Для этого есть половая связь в целом и, в частности, супрузовский свет. И вот когда, еще раз помните сегодня, сильный мужчина, слабая, с точки зрения Геопольда, вот это есть не идеальная пара, то есть многое поменять. Есть другие критерии, по которым может состояться себя или распределиться. И, наоборот, если сильный и слабый мужчина, тоже нормально. Ну, правда, и слабый мужчина, она будет энергию давать, пока она ему нужна. А он поймал ее в свою очередь. Так, когда битваит, и у сильных женщин появится еще один пара, а потом вот еще один. В общем, я перечислил все варианты. Я почти все сказал. Почти все. Осторожная езда. Не было в месяц знаковарии продолжаться. Не было в этом знаковарии продолжаться. Расскажите, друзья, просто скажите. Надо ехать не только по Трутилию 2, и уже до 160, до 150. Не знаешь ты, какая плода скрыта там, по дороге трещину пересекает. Не знаешь. И когда ты на секунду у тебя, вроде бы, здоровый ГК, то на секунду сознание померетит, даже на долю секунды. Я как вспомню, и тот руками разводил. Это где? Где Саши дети? Ну, не понимаю, я говорю, как он в трассу пересеки влезался. Еще не надо. А третий случай был. Голова лежит отдельно от Урасти. Какая должна быть голова, чтобы взять, совершить аварию? На такой страшной скорости пересекаешь, словно все отключается, сознание все, и вот твоя голова лежит где? К ветеру отдельно оттелок. Вот эти высташилками я пытаюсь. И опять надо рассылать, не отнеси, рассылайте эти ролики. По друзьям, мы же сами, но наука не хочет, не будет никогда. Я сейчас заканчиваю, я сейчас скажу, наука никогда не мешает. Как должно быть? А вдруг наш человек, сколько говорю, нашего круга прорвется к нас, случайно, по теории вероятности, это почти невозможно. Потому что все схвачено, все захвачено. И все говорят, если человек ничего не верит, он идет в политику. А потом этот политик, он же должен дать команду пасу. Как ты не увеличиваешь штрафы до миллиона рублей? Ну, сейчас еще едет, он еще не совершил аварию. Он не думает, что ему завтра нужно платить. За то, что там лишние пару десятков километров прорвется скорость. Он еще этого не знает и не понимает. Просто беда страшна. И так нужно настоящее работать. С чего надо начаться? Там тихая смерть в кроватях. Я подогреваю, золи. Там еще труднее закричаться. Но на дорогах-то гибнут все, и президенты гибнут. Давайте с этого начнем в дорогах. И так, значит, существует внимание. Вот это еще. Вот что существует. Есть понятие «дорога смерти». Это вполне официальное название. Наберите просто в ядкоще, где хотите. Дорога смерти. Вы увидите сотни тысяч этих самых мадыких вод. Вот за что вот эта пара погибла? Мы не знаем. Но когда таких стоят рядом 10, 20, 30, неужели непонятно, что будет 31, 32? Там даже без рабочих, ясно. Но давайте подойдем официально. Как же в городе есть, где городские сумасшедшие? В скобках, гриологаточки. И в скобках, глазоходцы, вроде железа. Вот такое вот. Перед ошибочкой 100%. Перед ошибочкой 100%. Вот это вот. Мы умеем отключать сознание. Если человек ходит, вот как мне было, он отходит, прошел в саду, видит мертвое дерево. А, уже не золотом сил, я сейчас поверю. Наверное, здесь, где под эгоризон. Тройся, пока, где под эгоризон. Почему? Потому что он не понимает, что такое отключить сознание. Чтобы работал человек не как это, а бессознательно, как привод. По фрейду. Вот так надо. И уж есть и здесь. В этом месте, где-то, даже хотя бы начать именно с памятника. Потому что, если где-то человек погиб, а памятника нет. Это очень сложно. Это есть протокол. Вот, где-то, какими-то, а эти... Ну, там примерно же. На какой-то километре случилось хвалит, заготельно. Начинается с мертвения, подняет протокол. Но, вначале, благодаря тем людям, которые ставят памятники своим родственникам мертвым, благодаря этому, уже ясно, что здесь лежал мертвый человек. Начинается с этого. Уже можно снизить смерть. Нанимается галлокатовщик. Нанимается галлокатовщик. Может быть, даже небольшой экзамен надо сдавать. Вот меня выбрали, допустим, и я бы поучаствовал как. Председатель комиссии с галлокатовщиком. Я должен каждого проверить. Я ему померил Беополе. А, ну, значит, ты, сонозванец. Померил, ого, Беополе не верил. Как у меня был случай, когда мучился, не мог мужика померить. Ну, партия не влазила в Беополе. Ну, я рассказывал об этом. Селителя проверял. Он сказал, супер-селитель. Верю, верю, да кто такой раб-чинец. Вот так, вот так, вот так. Господи, да он же у него Беополе запретил. Большая комната была. Вот это было. А он селитель. Кстати, умер 50 лет. Все, занимался селитель. На моих глазах мужика поднял. С парализованными ногами. А сына ему, кстати, вот. Короткая жизнь. Но настоящая. Настоящая, но короткая жизнь. Вот это вы слышали от меня. И вот теперь, когда мы находим настоящий экстрасенсор, то есть, я говорю, настоящий галлокаторщик, который будет ехать мимо, это нам вообще не легко. Они прекрасно работают при движении 20-30 километров. Прекрасно работают. Прямо комфорт дичайший. Можно померить тысячи километров за короткий срок. И подоставить памятник. Ой, я пройду. Пока еще не памятников. А вот этих знаков. Вот этих вот. Будь дорого. Подоставить этих знаков. Так. И тогда даже смерть вот этого Павла и Яны будет не то, что оправдана. Но они спасут других людей. Потеряв жизнь, они спасут других людей. Есть и здесь гепатогенную зону. Надо заканчивать эту работу. А он у меня бесконечно, бесконечно. Вот. Вот это вот не я. Это из интернета. Вести на дроби, вести. Автомагистрали все больше напоминают дорогу. Ну да, это пока из скоростной дороги, Автомагистрали, люди будут гиблить даже из гепатогенных зон. Но большая часть из гепатогенных зон. Вот. Вот здесь. Это здесь не подразумевается, что речь идет о гепатогенную зону. Вот. Просто хотят, чтобы все это было убрано. А зря. А зря. В пользе ГАИ. Помните, на пьедестале двух метров стоит разбитая там. Жигурадок или даже Запорож. Разбитый треск. Предупреждение. И вот они стоят предупреждение. Такое счастье, что кто-то по своей воле взял, поставил вот такие памятные знаки. Как понять нельзя? Нет, надо убирать. Святого, свидетеля, крестей, встал на традиции, напоминает братские мадилы. Да, братские мадилы. Только надо не убирать их, а использовать для того, чтобы найти, найти, найти причины и устранить. И нет другого установления. Господи, ведь скоро помирать у нее, глядите уже. Не знаю, как докричаться-то. Ну помогайте же, ну прошу вас, все, что надо, все, разбирайте дальше. Пусть она обманет всю планету. Наши люди во всей планете живут. Я дружу с канавцами, с нашими израильтянами, с нашими этими самыми украинцами, георусами. А, георусский знак сделали. Они впереди нас. Они первыми включили фары в ближний свет, когда наши не блютсяк. Мы не снизили смерть в два раза. Они молодцы, а мы потом последовали их вверх. На те несколько лет пока думали, еще сколько людей погибло. Ведь фары же помогают безопасность дорог. Включен, это факт. И белорусы придумали знак такой. Но он настолько невнятный. Наши туристы сфотографировали и выставили в Ютубе. Вот он, знак невнятный. Да, гепатогенную зону, но слово гепатогенную зону нету. А просто опасный участок. А толку-то, вот он, опасный участок. Вот он. Ну и кого спас? 27-го, 4 машины здесь разбиты. Вот это вот. Все, друзья. Помогайте. Умоляю вас, помогите, спасите наши души. Завтра кто-то из нас может оказаться. Вот здесь, вот здесь может оказаться. Понимаете? Как еще так сейчас? Как так сейчас это переделает Академию наук? Ну. Это министр науки и высшего образования. Ну. Как? Сейчас надо придумать название вот этого отдельного фильма. Спросите меня, друзья. Кто-то из вас устал. А большинство, я знаю, даже пальца пальца не выдавит. Ну, спасите хоть каждый из вас. Пора застал. 10 рассылок. Чья-то жизнь. 100 рассылок. Чья-то жизнь. Откуда дети берутся? И это самое. Раков с заболеваниями. Страшная вещь. Вот. Еще одна жива в этих шабах. В животах у мамы уже начинает болеть. Потому что мама ничем не знает. Как этот гаражон. И больше, чем мы думаем. Я в квартире мерил. Я засылал только одну. Абсолютно чистую квартиру за сотню замеров. Это нормально? Когда-то я вот этот фильм еще снимал. Вот этот вот. А то было как сказано. Засучим рукава. Повышаем возраст людей. Надо сделать. У нас очень люди мало живут. Повышаем возраст людей. Об этом надо говорить. Но если я об этом буду говорить. Я могу оказаться где? В местах не столь отдаленных. Поэтому будем как говорить? По изоповским языком. Изоповским языком. Пока я впереди всех. Вот с этими воплями. Помогите, друзья. Рассылайте ссылку об этом. Все. Отключаюсь. Я сжег себя до сегодня. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...